Добрый день! В эфире программа «Потребительская корзина». Изменятся ли тарифы на транспорт и коммунальные услуги во время режима ЧАЭС? Какими фруктами можно побаловать себя в зимнее время? Обо всем об этом мы расскажем вам сегодня. Говорят, что лучше купиться на розыгрыш, чем продаться за валюту. Тем не менее, за курсом мировых валют следить все равно необходимо. Ведь именно от них зачастую зависит цена на те продукты, которые мы покупаем. Курс зеленых американских денег, по данным ЦБРФ, на 10 декабря составляет 69 рублей 20 копеек. Евро после длительных колебаний уверенным шагом снова возвращается на сентябрьские позиции. И, скорее всего, продолжит рост и дальше. 10 декабря по курсу ЦБРФ его стоимость составляет 75 рублей 56 копеек. Вкусно и полезно. В зимний период особенно важно давать организму витаминное подкрепление. Да и новогоднее или просто зимнее настроение помогают создать мандарины и апельсины. Цитрусовым вообще почетуй по уважению в зимний период. Еще в советское время сочные грузинские и абхазские мандарины с наступлением холодов появлялись на прилавках гумов и цумов. Считались лучшим гостинцем в это время года. Сейчас те же абхазские мандарины это не только вкусно, но и очень дорого. За килограмм вы отдадите 120 рублей. Даже в далеком Челябинске килограмм мандаринов можно купить за 100 рублей. А мы, южане, так сплоховали. Кстати говоря, цитрусовых из бывшей Союзной Республики у нас не так и много. Отсутствие египетского и турецкого рынков активно взялся перекрывать Китай. Вот уж чего-чего, а именно китайских мандарин на рынках вдоволь. В любом случае, смотря на цены оптовых закупок, можно смело говорить, что рыночные полностью на совести продавцов. Так что сладкий товар из Китая и Грузии, пожалуй, многим сойдет скорее за редкое лакомство, нежели за зимние семечки. Еще зимний гость – хурма. В основном завозная, зато в достатке. Везут из Азии и Борджана, Грузии, хотя есть и родная – крымская. На любой вкус и разных сортов. Постепенно хурма упала в цене, и вы заплатите за килограмм вяжущего лакомства 100 рублей, а не как пара месяцев раньше – до 140 рублей. Яблоки же в Крыму внушительно дешевле, чем в России в целом. Тем более, что почти 90% товаров – наше, крымское. По данным Росстата, средняя цена за килограмм по стране – почти 86 рублей, а в Республике равна 58 рублям. В Магаданской области цена по яблокам равна в среднем почти 208 рублям. Пройдясь по рынкам, мы смогли удостовериться, что вполне реально купить яблоки по 35 рублей, и это будет прекрасный сочный Гольден или приятно кислые семеренки. Конечно, можно найти яблоки и в торговых сетях по 64 рубля, но какова будет их свежесть? Для сравнения, в пензе за кило яблок вы заплатите 120 рублей. Сочные и сладкие также крымские груши можно купить от 60 до 130 рублей, и это будет действительно полезно. По России в среднем за груши вы отдадите от 80 рублей и выше, и скорее всего они будут доставлены из дальних регионов или из-за границы, а у нас все свое родное и полезное. Уже не сезонный виноград крымского происхождения вам обойдется 100 рублей, привозной же по 200. Полезный для кровеносной системы сладкий и сочный гранат, который привозят в основном из Ирана, обойдется вам до 150 рублей за килограмм. Вполне можно побаловать когда-никогда себя и близких. На фрукты, сезон которых уже завершается или завершен, цены будут кусаться. По вопросам завышения цен покупатели могут обратиться на горячую линию Генеральной прокуратуры Республики Крым. Номер горячей линии 550381, код города Симферополя 03652. Не менее важным и актуальным для жителей Крыма является уровень цен на коммунальные услуги и транспорт. На данный момент, пусть и запущена первая нитка энергомоста, троллейбусы ходят еще не так часто и не в таком количестве, как ранее. Так что основной удар по-прежнему приходится на маршрутки и автобусы, которых, кстати, тоже стало меньше. Или это только показалось людям в стрессовой ситуации. Стоимость проезда в маршрутном транспорте в Крыму ощутимо ниже, чем в среднем по России. В целом по стране одна поездка в муниципальном автобусе обойдется вам почти 20 рублей. Это не наши 12 рублей, на которые все ропщут. В Москве за одну поездку вы вообще заплатите около 23 рублей. Мы решили разобраться в том, что же будет с тарифами на транспорт. Пусть на данный момент ситуация с поставками электроэнергии в Крым относительно стабилизировалась, тем не менее полноценное функционирование троллейбусов и электричек еще не восстановлено. Да и предприятие Крымтроллейбус уже возобновило свою работу. Но с городскими и междугородними маршрутами пока все еще сохраняется напряженная ситуация. Основной удар пассажиропотока на себя взяли маршрутные такси. По-простому маршрутки. Не так давно, с 1 октября, стоимость проезда в городском транспорте была повышена. Не слишком удобные в расчете 12 рублей. Зато уже никто не жалеет никого. Ведь при прошлом изменении тарифа люди часто жалели маршруточников, оставляя им лишний рубль. На то, что водители пожалеют пассажиров и простят им 2 рубля, можно не надеяться. С учетом нынешней обстановки все чаще жители городов и сел задумываются о том, какой же в итоге будет тариф на проезд. А вдруг снова повышение? В Государственном комитете по ценам и тарифам нас успокоили, что подобного скачка не ожидается. Тарифы на автобусные перевозки у нас не менялись. В связи с ситуацией заменяют действительно многие автобусы троллейбус. Но в данном случае, скажем так, ситуация может быть прямо противоположной. То есть понятно, что у перевозчиков всегда есть желание повысить. Но вот то, что мы уже озвучивали, то, что мы высчитали, то, что мы обосновали 12, ну, если про Симферополь мы говорим, 12 рублей, ну и по городам все прекрасно знают с 1 октября. Предпосылок сегодня как-то повышать этот тариф мы пока не видим. Увеличение количества пассажиров перевезенных играет скорее в обратную сторону. В системе коммунальных услуг также не планируется резкого повышения. Только постепенные, которые были запланированы до всего случившегося. Запланированное повышение у нас было, в общем-то, еще в прошлом году. Соответствующий график, да, и по этому графику мы идем. А никаких, пока никаких корректировок на ситуацию мы не планируем. Единственное, что, ну, платеж у человека, естественно, будет меньше, потому что, ну, по факту получать меньше электроэнергии, соответственно, ну, объем сыграет и платеж будет вот в декабре гораздо меньше. А сам тариф, ну, вот как по плану, в общем-то, мы шли к среднероссийским ценам. Так что пока мы можем спокойно настраиваться на новогодние праздники и быть уверены, что все будет хорошо и тепло, и светло. Продолжая тему коммунальных услуг. Вот на что, на что, а на цены за услуги ЖКХ мы вряд ли можем возмущаться. Не может не радовать то, что у нас тарифы за электроэнергию также ниже среднероссийских. Так, по России за 100 кВт использованной электроэнергии вы заплатите 310 рублей 8 копеек, а в Крыму 164 рубля 54 копейки. За отопление дороже, чем у нас, вы заплатите только в Магаданской области. Если считать тариф за поставку тепла в гигакалориях, то в Крыму он равен в среднем 1526 рублей. В Магадане же 2615 рублей. Среднероссийская цена тоже выше нашей – 1647 рублей. За холодное водоснабжение мы платим по 17 рублей 11 копеек за метр кубический в среднем. За горячее – почти 304 рубля. В среднем по стране эти цены равны 23 рубля 62 копейки и 427 рублей 12 копеек соответственно. По-прежнему ценным и крайне важным товаром остается бензин. Стоимость топлива в республике держится на примерно стабильном уровне. За литр дизельного топлива вы заплатите 37 рублей 58 копеек, за литр 92-го – 38 рублей. Ну а заливая в бензобак или канистру 95-й, будьте готовы заплатить 39 рублей 99 копеек. С запуском энергомоста нам действительно будет гораздо легче. Станут меньшими периоды отключений. Осталось дождаться полноценного моста через Керченский пролив и верить, что цены на все группы товаров понизятся. Ну а на сегодня – это вся информация. Оставайтесь с нами. Мы знаем о ценах все. Керченский пролив.